Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Не поддаваться панике, соблюдать все необходимые меры предосторожности. Что делает Роспотребнадзор на данный момент? Естественно, при первых случаях сообщения о заболевании управлением начато санитарно-эпидемическое расследование. Мы выясняем первые пути передачи этой инфекции и источник, то есть возбудитель этой инфекции, что послужило заболеванием. В этой связи я хочу обратиться к населению с тем, что лабораторные исследования, которые мы сейчас проводим, требуют определенного времени. Поэтому относитесь, пожалуйста, с пониманием, как только они закончатся, мы сразу сообщим вам о результатах этих лабораторных исследований. В социальных сетях сейчас бушует и много всяких версий и догадок. В частности, говорится о том, что это холера, но хочу заявить, что это не холера, это точно, потому что они симптоматика, они весь, все течение этого начала заболевания не соответствуют этому заболеванию, то есть это не холера. Все дело в том, что острые кишечные инфекции – это заболевания, которые обладают определенной сезонностью. И пик заболеваемости приходится на конец лета, начало осени. На это есть масса причин, но инфекции, тем не менее, привозятся одинаковые. Это, которые проявляются повышением температуры до 38, даже 39 градусов, появление диспептических расстройств, тошноты, рвоты, диарейного синдрома. Следует сказать, что в основном в общей структуре заболевших превалируют все-таки легкие формы заболевания, которые достаточно быстро купируются. Многие из них даже не нуждаются в стационарной помощи. Лесной пожар в Теперидинском национальном парке, который до локализации успел охватить территорию чуть больше 5 гектаров, на данный момент купирован. В мероприятиях были задействованы несколько противопожарных формирований общей численностью до 100 человек, а также 30 единиц спецтехники. На борьбу с огненной стихией, помимо сил регионального управления МЧС, вышло также большое количество волонтеров-добровольцев и сотрудников лесной противопожарной охраны самого Теперидинского национального парка. В первые дни пожара была задействована авиация, которая осуществила сброс около 100 тонн воды, благодаря чему и удалось так оперативно локализовать быстрое распространение огня. Сейчас ведутся работы по подавлению очагов возгорания за пределами потушенной кромки. Если бы не авиация, не действие авиации, то имелась большая угроза распространения огня на населенный пункт Донбай. Вовремя привлекли авиацию и устранили эту угрозу. Распространения пожара нет. Как я уже сказал, внутри пожарища догорают вот эти старые сухостойные деревья и валеж, образовавшиеся в результате естественного отпада. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой председателя Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфтия Карачева-Черкесии Исмаила Хаджбердеева. Награду Муфтий получил за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 12, а днём 23-28 градусов тепла и местами до плюс 22. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В черкеске ночью кратковременные дождь и гроза, днём без существенных осадков. Ветер северный 5-10, температура ночью 14-16, а днём 25-27 градусов тепла. Один из дворов Черкеска наконец-то обзавелся собственной детской площадкой. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции с просьбой установить обещанное привели к тому, что у юных горожан и людей старшего возраста спустя три года появилось место для отдыха. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амхце. Спасибо за активность жителям этого дома, потому что нам надо занимать активную жизненную позицию. Ещё в начале текущего года эта территория в центре Черкеска напоминала скорее полигон для тренировок на выживание, чем детскую игровую площадку. А ведь пару лет назад казалось, что двор по Советской 73 быстро приведут в порядок. В 2021-м жильцы дома попросили депутатов республиканского парламента помочь им в благоустройстве. Тем более, что рядом на тот момент не было никакой альтернативы. В итоге народные избранники выделили 2 миллиона рублей на установку новой детской площадки. Мэрия региональной столицы нашла подрядчика, который сразу взялся за дело. Были оперативно выполнены работы по сносу старой площадки. Но после этого, в свете известных событий, там подорожание материала и так далее, пандемия, Оказалось, что эту старую площадку снесли, а новую не успели построить, потому что подрядчик не смог выполнить обязательства, которые были на него возложены. В прошлом году съемочная группа «Вестей» по просьбе жителей отправилась во двор, чтобы понаблюдать за ходом работ, точнее, за их отсутствием. Хотя и тогда около демонтированной старой площадки подрядчик в присутствии депутатов от «Единой России» и представителей Регионального народного фронта пообещал в двухмесячный срок выполнить проектные задумки. Не выполнил. И попал в реестр недобросовестных организаций. На этом до решения суда можно было бы и остановиться. Однако жители и дальше проявили активность и неравнодушие. Общественники и депутаты вновь напомнили о важности реализации благоустройства, не дожидаясь, когда детки вырастут. Власти Черкесской изыскали возможность как можно скорее подарить горожанам праздник. Мэрией муниципального образования города Черкеска было выделено дополнительное финансирование из местного бюджета, в связи с чем уже были реализованы работы по благоустройству данной площадки. На сегодняшний день работы все завершены. Сделано много дополнительных работ. Это вот площадка под баскетбол, установка фонарей, освещение. Как мы видим, приняты нестандартные цветовые решения данной площадки. Третий для данной площадки подрядчик за два месяца завершил всё, что требовалось. И теперь у жителей под окнами появилось место, где хочется проводить свободное время. Мы очень рады, что построили наконец-то площадку. Мы все этого долго ждали, очень. И построили баскетбольное кольцо нам, нам сделали беседку, карусель. Ну а день открытия площадки в центре Черкеска оказался для юных горожан действительно праздничным. Со сказочными персонажами, викторинами и пенной вечеринкой. Артур Мухцей, Вести, Карачао, Черкесия. Очередная победа футбольного клуба «Нарт» над командой «Владикавказ» состоялась накануне в Черкесске. С первых минут матча чувствовалось напряжение и обоюдное преимущество встречи. Каким стал счёт и какие игры ещё впереди, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. С первых секунд матча чувствовалась борьба. Атаковали и наши, и соперники. Были голевые моменты у обеих сторон. Команда из «Владикавказа» находится на пятом месте в турнирной таблице. Футболисты неплохо себя проявили, и весь первый тайм прошёл в напряжении для команд. По нулям игроки и судейства уходят на перерыв, чтобы с новыми свежими силами вернуться во второй тайм. Болельщики не унывают, а ждут красивых голов. Я болею за «Нарт». Почему? Потому что она моя любимая команда. Скажи, пожалуйста, а ты не огорчился, что не было никаких голов? Нет, на нашем втором тайме выиграют. Вы за кого болеете? За «Нарт», за наших. Ну, а вот то, что не было голов, это вас не осталось? Ничего, во втором тайме забьют. Чуть не додавили, а так всё отлично. Отличный профессиональный футбол. Как вы думаете, будут голы во втором тайме? И не один. За кого вы болеете сегодня? За свою команду, конечно, за «Нарт». Ну, как вам первый тайм? Отлично, было три голевых момента, один, правда, отменили. А скажите, вас не огорчило, что не получилось забить? Нет, ещё будет второй тайм. Ждём, так. Какой будет? У нас будет победа. Напряжённо всё, ё-моё. Посетивные прям сильные. Ну, как вы считаете, во втором тайме будут голы? Я думаю, мы забьём. Каким будет счёт? Ну, один-ноль. Там минимально будет. Они прям сильные оба. Вы на все матчи ходите? Это уже четвёртый матч. Что пожелаете команде? Успехов в дальнейшем, чтобы мы вышли в высшую лигу. Смотрели первый тайм? Как он вам? Страшно, конечно. Ну, я думаю, мы справимся. Мы во втором тайме, думаю, победим. Мы их поддерживаем. Мы всеми силами поддерживаем, как можем. Наш нарт любимый. А вы на каждый матч ходите? Да, мы на каждый ходим. Всегда переживаем, но всегда выигрываем. Второй тайм начался и не заставил долго ждать зрителей. Любимый нарт на 53-й минуте при слаженной работе команды гол в сетке забивает Шахамир Исаев. Ну, а под занавес матча гол забивает Дмитрий Михайлов. Болельщики ликуют и скандируют «Ура, нарт!». На такой красивой ноте завершился первый этап чемпионата в третьем дивизионе зоны ЮФО и СКФО. А 16 и 23 сентября состоятся финальные матчи Кубка КФК «Юг-2023». Наши ребята на выезде встретятся с командой «Мартан» из Чеченской республики. Все болеем за нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести, Карачаева, Черкесия. Площадка выставочного центра Минводы-Экспо объединила работников агропромышленного комплекса в рамках масштабной значимой выставки «День поля Ставропольского края». Светлана Шаганова расскажет подробнее. Свои технологии и разработки представила и компания «Агретим». Высокопрочные, высокопродуктивные дроны, автопилоты на трактора и комбайны, а в рамках импортозамещения – гидростанции для гидравлических систем тракторов собственного производства «Агретин-90». Жатки, селки и культиваторы, растительные системы, техника для хранения и обработки сельхозпродукции. На выставке «День поля» состоялись и демонстрационные показы. Роторные копатели от признанного эксперта компании «Иманс» представила компания «Агретим». Многолетний опыт позволил понять, что перекопка – это больше, чем просто переворачивание почвы. Мы представляем самые передовые решения для сельского хозяйства и делаем их доступными для вас. Компания «Агретим» меняет привычный подход к ведению сельского хозяйства, внедряет в сельское хозяйство инновационные технологии и высококлассную технику для больших урожаев. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево, Черкесия. Детям России – лучшее образование в мире. Мы предлагаем отменить ЕГЭ и ОГЭ в школах, повысить заработные платы учителям и воспитателям детских садов, принимать на бесплатной основе студентов в технические вузы России на конкурсной основе. 10 сентября. Приходите на избирательные участки и сделайте свой правильный выбор. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни, поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета, но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко – это голос за мир и свободу. Добрый день. Меня зовут Султан Узденов. Я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы от Карачаева, Черкесии. Я считаю важным обеспечить активное участие молодежи в социально значимых делах. Новые рабочие места и способы самореализации для молодежи именно в родном регионе позволят им внести свой вклад в разные сферы общественной жизни. Мы также придаем огромное значение патриотическому воспитанию и уважению к старшему поколению. Их мудрость делает нас теми, кто мы есть. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. За отмену пенсионной реформы. За достойную зарплату. За бесплатное и качественное образование. За достойный труд по специальности. За военную науку и сильную армию. За квалифицированную и бесплатную медицину. За легальный 8-часовой рабочий день и санитарно-курортное лечение. За уменьшение тарифов на электроэнергию, топливо, транспорт, услуги ЖКХ. За развитие производства на основе наших новейших технологий. За запрет пропаганды насилия, жестокости и бездуховности. Вместе мы победим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова